МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отправились в Рубин. А где указатели направления? В Саратове представители надзорного ведомства и пожарные продолжают проверять торговые центры. Вот это прием. Самое главное, что не пострадал человек, потому что в этот момент мог проходить человек именно по этому месту. Автомобилистка приехала в Саратов в гости и попала под ледяной обстрел с крыш. Два в одном. На наши говорят это получилось очень гармонично, интересно и свежо. В музее Радищева подготовили уникальный художественный проект «Актуальная Россия». Какая температура на дворе будет в пятницу 30 марта? На Алексея Теплого. Расскажу вам я, Александр Новохадский. Не переключайтесь. Череда проверок крупные торговые центры Саратова подверглись детальным инспекциям пожарного надзора и прокуратуры. Люди в погонах проверяют каждый квадратный метр многоэтажных развлекательных комплексов и общественных учреждений. В ходе одного из таких визитов контролеры оказались в эпицентре непредвиденной ситуации. Станислав Жижин узнал, с чем столкнулись специалисты во время проверки. Состояние эвакуационных выходов, наличие средств первичных пожаротушения и посмотрим визуальную сохранность пожароохранной сигнализации. Список задач и цели такие же, как и в других общественных местах. Прокуроры и сотрудники пожарного надзора проверяют готовность торгового центра «Рубин» к чрезвычайной ситуации. Начать решили с Центра управления системой безопасности. Система пожаротушения автоматически включается? Экскалатор выключается, завеса опускается в автоматическом режиме. Все у нас в автоматическом порядке. Здесь, как и во многих подобных комплексах, вся информация выводится на экран монитора. За происходящим в торговом комплексе следят по камерам. В случае возгорания сработают сенсоры и датчики. Тревога не постановочная, но, как выяснилось, учебная. Контролеры проверили датчик, угрозы возгорания не оказалось. Однако всех людей, кто находился в торговом комплексе, все равно эвакуировали. Девушки, выходим, выходим. А где у нас надели направление? Я здесь стою. Я работник этого торгового центра, поэтому нас инструктировали. И мы знаем, где находятся выходы. И также можем проинструктировать, если вдруг люди будут в панике выбегать на улицу. Проверить действия людей – это главная задача контролеров. Спасатели следят за наличием средств пожаротушения и системы сигнализации. Вместе с ними прокуроры проверяют документацию. Специалисты выясняют, готов ли персонал и сам комплекс к непредвиденной ситуации. Нам предоставлена документация, план БТИ. И сейчас специалисты с верхнего этажа до самого последнего сокольного. Мы пройдем все помещения и посмотрим. Будет составляться акт, так будет составляться работниками прокуратуры. И нам специалисты дадут пояснение о том, какие замечания у них возникли в ходе проведения проверки. И потом органами прокуратуры уже будут приниматься меры и административного воздействия, и дисциплинарного. Специалисты отмечают, если в ходе проверки будут найдены грубые нарушения, то объект придется закрыть до тех пор, пока собственники не устранят недочеты, которые несут угрозу в жизни посетителей. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Достроя до конца этого года сегодня в Москве прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с главой Саратова Михаилом Исаевым. Участники встречи обсудили несколько важных вопросов. Говорили и о строительстве новой школы в седьмом микрорайоне поселка Солнечный. Спикер подтвердил, что этот вопрос у него на личном контроле. Вячеслав Володин также отметил, что деньги на этот проект будут найдены в ближайшее время. В ходе встречи коснулись и других тем. Строительство жилого дома в поселке Елшанка и новой набережной. Модернизация трамвайной сети и перенос лодочных станций. Оснащение предприятий по уборке города новой техникой. Как снег на голову, неудачей закончилась поездка воронежской девушки в наш город. Автоледи приехала в Саратов в гости и теперь вынуждена потратиться на ремонт машины. Припарковавшись во дворе по улице Огородняя, 77, девушка никак не рассчитывала, что на ее машину упадет снежный ком. По словам очевидцев, глыба сорвалась с козырька кондиционера одной из квартир. У автомобиля помята крыша, трещины на лобовом стекле. Хозяйка подсчитала, что ущерб составил порядка 100 тысяч. Я вышла и обнаружила машину в таком состоянии, что у меня повреждена крыша. Да, получается, теперь полностью все за свой счет буду делать. Но самое главное, что не пострадал человек, потому что в этот момент мог проходить человек именно по этому месту. Практически, собственно говоря, так практически и было. Обратиться за помощью к прокурору. Специалисты организовали выездной прием граждан в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Здесь проживают маломобильные группы населения. Для многих это единственная возможность получить помощь. Согласно Конституции, право на обращение в органы государственной власти должен иметь каждый гражданин. Выездной прием провел заместитель прокурора Октябрьского района Аркадий Акопян. Постояльцев дома-престарелых интересовали вопросы получения дополнительных соцвыплат и льгот, оформления пенсии, обеспечения лекарствами и медицинскими препаратами. Даже возврат муниципального жилья. Сегодня четыре человека обратились к нам. Двое у нас интересовались вопросами пенсионного обеспечения, увеличения размера пенсионного удовольствования. Мы оформили обращение этих граждан. Они будут на контроле. И после того, как мы по ним разберемся, и при наличии оснований примем меры реагирования, мы обязательно проинформируем заявителей. Звезды арт-сцены и молодые экспериментаторы. Музей Радищева подготовили уникальный художественный проект. Называется он «Актуальная Россия». Это ежегодная коллективная выставка, на которой представлена главное в современном искусстве. В каждом городе экспозиция пополняется. Нина Цапайкина отправилась в музей и увидела работы. «Актуальная Россия» разместилась на четырех выставочных пространствах музея Радищева. Масштабная экспозиция объединяет 50 художников и более сотни работ от медиаинсталляции до академической живописи. Произведения охватывают географию арт-пространства от Петербурга до Владивостока. У нас стояла задача собрать некий обобщенный образ того искусства, которое существует сейчас на территории России. Мы видим чрезвычайно разные техники. От классической живописи и монументальной скульптуры до инсталляций и новейших работ цифровых художников. Куратор выставки Арсений Штейнер намеренно не разделяет проект на тематические зоны. Произведения традиционных и авангардных художников представлены вместе. И это при том, что в каждом городе выставка пополняется работами местных художников. В Саратове к «Актуальной России» присоединились Игорь Петров и Алина Белоусова. Ну, работа такая многослойная, называется «План схемы операции по развитию системы циркуляции». Такие образы, наложенные друг на друга. С одной стороны, это карта, которая напоминает карту России, почему, в общем-то, я ее и предложила для этой выставки. С другой стороны, это кровеносная система. И система циркуляции – это такое общее название для различных потоков. Это могут быть транспортные потоки, финансовые потоки. Данный проект «Актуальная Россия. Игра в классиков» – это, во-первых, первый выставочный проект саратовского филиала ГССИ в составе РОСИЗО, организованный и созданный совместно с Фондом развития современного искусства. Выставка проходит в залах музея Радищева, потому что это главная выставочная площадка Саратова. На наш взгляд, это получилось очень гармонично, интересно и свежо. Лейтмотив выставки – игра в классиков. Авангардные тенденции молодые художники стараются соединить с искусством старой школы. При этом уже опытные мастера идут на радикальные эксперименты. «Актуальная Россия» станет первым крупным выставочным проектом саратовского филиала Государственного центра современного искусства. Посетить выставку можно будет до 22 апреля. Нина Цапайкина, Роман Шельдяев, «Саратов-24». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. О погоде через несколько минут расскажет Александр Новохадский. Далее узнаете, как проходят съемки интеллектуального проекта для школьников «Поколение У». Не переключайтесь. Генеральный спонсор выпуска «Стальные двери Торекс». Торекс – уверенный выбор миллионов. Здравствуйте. В пятницу 30 марта на преподобного Алексея в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове в основном ясно, без осадков, и гололедится. Ветер северо-восточный порывистый. Колебания температуры возрастут. Днем от минус 7 до 0, а ночи от минус 5 до минус 14. Сохраните приумножить сбережения. Сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» предлагает членам кооператива высокие ставки по сбережениям до 15% годовых. «Гарант Кредит» – 15 лет безупречной работы. Подробности по телефону 90-64-44, город Саратов, Ямлютина, 39-45. А в Саратове и Энгельсе солнечно, сухо и скользко. Температура днем до минус 1, а ночью до 9 градусов ниже 0. Атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба. По приметам, если на Алексея тепло, то весна будет теплая. А если холодно, то весна запоздает. Всем добра и здоровья. Увидимся. Общий вклад туризма в экономику России составил почти 4,5 триллиона рублей. Об этом рассказали международные специалисты. Они изучили опыт порядка 150 стран. По словам экспертов, сумма, которую заработал российский бюджет, приличная. Это почти 5% от объема всей экономики страны. В сфере туризма заняты около 7 миллионов наших соотечественников. Через 10 лет их количество вырастет до 9 миллионов человек, отмечают международные исследователи. Обзор событий глазами федеральных журналистов в традиционной подборке новостей страны. В России прогнозируется новый скачок цен на бензин. Оптовая стоимость на топливо в нашей стране выросла до рекордных показателей. С начала марта 92-й подорожал почти на 8%. Литр 95-го на 9,5%. Кроме того, производители купят запасы бензина к 1 апреля. Заранее известно, что несколько главных нефтеперерабатывающих заводов закроются на ремонт. Эксперты отмечают, что цены на заправках через 3 месяца могут прибавить до 5 рублей на литр. Роскомнадзор может заблокировать популярный мессенджер уже в начале апреля. Верховный суд России отклонил иск Телеграм о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей. В течение 15 дней разработчики мессенджера должны предоставить спецслужбам доступ к личным перепискам пользователей. Однако основатель Телеграм Павел Дуров с вынесенным решением не согласен. По его словам, Телеграм будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей. Новые мультфильмы планируют снимать по произведениям отечественной литературной классики. Чиновники даже составили список. Ориентирован он на школьников разных возрастных групп. Учеников разбили по классам. С 1 по 4, с 5 по 8 и с 9 по 11. При создании мультфильмов особое внимание будет уделено анимации. Планируется, что ее тоже адаптируют под возраст школьников. Продолжают бороться. Школьники со всей области проверяют свои знания в проекте «Поколение У». В этом году главный приз – набор подготовительных курсов для поступления в ВУЗ по трем предметам. От Саратовского классического университета. Сейчас идут игры первого тура. Из 16 команд останутся только 8. Мария Карманова расскажет, чем еще проект удивляет в этом году. В тишине университетских аудиторий коллектив авторов Саратовского государственного университета готовит вопросы для участников интеллектуального шоу «Поколение У». Несколько часов обсуждения, чтобы придумать формулировки, которые школьники на съемочной площадке должны разгадать всего за минуту. В этом году «Поколение У» влилось в программу образовательного фестиваля СГУ «Проспект», который реализуется при содействии благотворительного фонда поддержки развития «Добродетель» при поддержке фонда президентских грантов. Саратовский университет в качестве одного из образовательных лидеров региона Саратской области, да и всего Приволжского федерального округа, конечно, заинтересован в том, чтобы к нему приходили самые лучшие, мотивированные, одаренные абитуриенты. И для нас совершенно очевидно, что работу с ними нужно начинать не только в 11 классе, а задолго до. Телевидение сегодня является тем уникальным мостиком, тем общим универсальным языком общения, которое может объединить и взрослых сотрудников университета, и школьников, подростков, их родителей. В реализации вот такого крупного просветительского образовательного, в первую очередь, проекта, именно телеканал «Саратов-24» смог нам оказать самую большую реальную практическую помощь. Второй сезон «Поколение У» готовит испытания не только для ребят из Саратова. Участие в играх принимают школьники из Энгельса и Балакова. А вопросы второго сезона связаны не только с гуманитарными дисциплинами. Физики, химики, нанобиологи, психологи, математики и другие специалисты госуниверситета имеют возможность и предложить, и даже лично задать свои вопросы игрокам. Несмотря на разницу профилей школ, все учителя отмечают, что такой развивающий и познавательный проект нужен и участникам, и телезрителям. Такие передачи позволяют сделать процесс обучения понятным. То есть я сижу, учусь, а для чего я это делаю? Можно вот таким форматом, можно показать себя, что да, мы можем и в таком формате работать. Вот. Какую некую мотивацию для дальнейшего продолжения обучения. Вообще очень хорошая альтернатива традиционному такому обучению. Думаю, когда такая интересная обстановка, какие-то новые факты, они очень легко запоминаются. Поддержку проекту в этом году оказывают партнеры и спонсоры. К примеру, интеллектуальное шоу для Саратовской области оказалось интересным кондитерскому производству «Атак» из Шексны. Сладости со смыслом из Вологодской области на территории нашего региона представляет компания «Свежий продукт». Именно благодаря этой компании участники шоу и болельщики лакомятся сладким на съемках. Наша компания – дистрибьютор продуктов питания по Сарату, Саратской области. В том числе и от такой торговой марки, как «Атак». Это кондитерские изделия. Мы занимаемся продвижением и распространением данного бренда на территории Саратовой области. Мы, конечно же, не могли обойти этот проект стороной. И то, что находится компания в другой области, это, тем не менее, не мешает нам помогать и, как скажем, свежему поколению. А компания «Сеньор Потолок» предоставляет участникам сертификаты на свои услуги. Натяжные потолки, светильники и даже багетки – все, что нужно, чтобы сделать дом уютнее. Оперативность, аккуратность, гарантия до 15 лет, неоспоримые бонусы работы с компанией. Второй сезон проекта «Поколение У» объединил вокруг себя самые разные компании. Но главное, о чем помнят все участники – вклад в собственное будущее, которое зависит от сегодняшних подростков. Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Рамиль Кушаев, Саратов, 24. Все будет космос. В преддверии 12 апреля в Саратове пройдет семейный праздник «Космофест». Его организует телеком-оператор «Домрум». Всех горожан ждут торгово-развлекательном центре «Тао-галерея» 31 марта в 15.00. Гостей праздника будут развлекать большой программой, интерактивными площадками и мастер-классами. Найдется дело для любителей конструировать, фотографироваться и рисовать. Мероприятие завершится научным шоу. Фестиваль состоится при информационной поддержке телеканала «Саратов-24» и радио «Энерджи Саратов», которые входят в крупнейший в области Кит-медиа-холдинг. И к этому часу у меня все. Еще больше новостей, а также записи выпусков программы «Саратов сегодня» смотрите на сайте saratov24.tv. Я, Денис Китаренко, прощаюсь с вами. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин